Вот так вот нам дорогу заблокировали, чтобы полностью уже люди не выходили из дома. Я звонила в 112, первый был вызов, трубку не взяли, лифам был недоступен. Потом 05, аварийная служба, администрация Заворского района, которая перенаправила в другую службу, которая занимается этими дорогами. Никто не откликнулся, трубку никто не взял. Чтобы за выходные самоизоляция не вышла на новый уровень, утопающие в грязи и строительных отбросах вызвали спасительную технику. Потом приехал трактор, это все разровнял аккуратненько. И мы бы хотели узнать, что это такое было. Так разровнял, что скорую мы вызвать уже не смогли сюда, чтобы подъехать. Потому что здесь была такая куча Навального. Вот видите, он сейчас это все разгрузил во все стороны. Но это безобразие, конечно. Вместо проезжей грунтовой – основательную, асфальтированную. О переменах со знаком «плюс» население Индового мечтает давно. Но именно мечтает, действуют единицы. Поселок Индовое – улица дружная, при полной разрозненности. Поговаривают, что самоизоляция здесь началась еще задолго до, когда возвели вот такие высокие заборы. Говорят, несколько лет назад здесь был председатель, который занимался вопросами благоустройства поселка. Потом его с должности сместили. И, собственно, на этом все хорошее для Индового закончилось. Большинство не ропщит, приспосабливается. Нет света – пойдем в темноте. Нет дороги – приобретем сапоги повыше. У дочери Галины Дружининой схема утрамбована годами. Такие сапоги берет утром. Одевает, туда идет. А там переобувается. Туфли одевает. Сел на ту. Как золушка прям. О многочисленных проблемах Индового – отсутствии дорог и аптек, медпунктов и нормальных магазинов – мы рассказали буквально неделю назад. В качестве отклика пока только дополнительная куча мусора. Хотя поселковое бездорожье в перечне и смете муниципальных заданий значится, уверяют чиновники. Правда, выборочно. Простите, выборочно. Так что ждать грузовиков с более продуктивным содержимым стоит. Ответственные лица сроки называют. Конец апреля, начало мая. Лишь бы опять не затянули. Жители Индового выиграли суд у городской администрации на предмет аспальтирования. Аж в 2013-м. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73.